Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы «События» в студии Марина Кравцова «Я и наши корреспонденты». Расскажем вам о самых важных и интересных событиях недели. Коротко об основных темах. Станет ли прогулочная зона вдоль Волги единым целым? Судьбу пятой очереди набережной обсудили на градостроительном совете. Аллея его имени и памятная доска в крутых ручах почтили память героя России Альхана Калиматова. Избы с народным колоритом, деревянным домом на улице Фрунзе и Алексея Толстого вернули исторический облик. Есть чем крыть проспект Металлургов, отремонтировали большими картами. Полк «Гусар» летучих. Музейные работники по крупицам собирают историю пятого Александрийского, который квартировался в Самаре до Октябрьской революции. Тревожная ночь в Самаре. На прошедшей неделе полицейские отцепили ряд крупных торгово-развлекательных центров. На пульты силовых ведомств стали поступать звонки о заминировании. В зону телефонной атаки попали опера, маяк, виволенд, Русь на Волге, Оазис, Аврора и Паркхаус. Посетители эвакуировали и отвели на безопасное расстояние. На прилегающих улицах перекрыли движение. На место прибыли взрывотехники, но сообщения оказались ложными. Правоохранители устанавливают личности звонивших, которым грозит уголовная ответственность. Подобные сообщения о заложенных бомбах в различных зданиях были зафиксированы и в других городах России. Эксперты сочли, что это ЧП по всем признакам похоже на кибертерроризм. Улица в Самаре названа в честь Героя России. Бульвар Алихана Калиматова появился в Красноглинском районе. Сотрудник оперативно-розыскного управления ФСБ России по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом погиб при выполнении задач на Северном Кавказе. Бульвар расположен в крутых ключах между детским садом и самой большой в России школой. Олег Зверев был на церемонии торжественного открытия мемориальной доски в честь Героя. Право открыть мемориальную табличку предоставлено курсантам из Ингушетии. С этого момента бульвар официально носит имя Алихана Калиматова. Далее возложение цветов от главы Ингушетии первых лиц Самарской области. Алихан Калиматов был одним из ярчайших представителей тех людей, которые защищали интересы нашей страны. И если мы будем такими сильными в технологиях, сильными в учении, сильными в строю, сильными современнейшей техникой, мы будем сильной страной, мы будем достойно жить. Алихан Калиматов родился в станице Орджоникидзовской в Ингушетии. Учился в Самарском государственном университете. Служить в органах госбезопасности начинал в Самарском управлении ФСБ. Служил в горячих точках. В сентябре 2007 года подполковник Алихан Калиматов погиб при выполнении боевой задачи. Когда человек в этот день погибает или получает ранение, он с утра уже чувствует это, что именно с ним это произойдет. Он может найти тысячи причин, и никто его не осудит, чтобы не пойти в этот день на боевой выход или на какое-то задание. Но такие, как Алихан, они никогда об этом не задумывались, они все просто идут и выполняют задачи. Спасибо, Николай Иванович, вам, вашей команде, за поддержку вот этой хорошей, доброй инициативы. Спасибо за то, что школа в Самарской области называется именами героев. На открытии мемориала, кроме главы Ингушетии, Героя России, Юнус Бека Евкорова, приехали представители центрального аппарата ФСБ России и два брата героя. Алихан был младшим. К 38 годам он был награжден медалями за службу и орденом мужества за успешное выполнение заданий на Северном Кавказе. Во время очередной командировки на его машину напали. От полученных пулевых ранений Алихан скончался. В управлении много своих героев, много ребят, которые прошли горячие точки и прошли их с честью, с достоинством. Очень много ребят, награжденных государственными наградами. И все мы всегда помним и вспоминаем подвиг, который совершил Алихан. Берут пример с него новое поколение чекистов. У меня на работе естественный дом, и всегда стоит в кабинете везде фотография, портрет моего брата. Для меня он всегда живой. А вот это открытие памятника, бессмертный полк, это они просто вот как ангелы с нами. Вот просто вот ангелы говорят, что на плеча сидят. Вот где-то он здесь вот тоже и с вами, и со мной. Олег Зверев, Максим Гусев, События. Самарскую набережную продолжат благоустраивать. Реконструкцию пятой очереди обсудили на заседании градостроительного совета. Проектировщики предлагают два возможных варианта планировки территории. Какой из них поддержали участники совета, расскажет Лариса Шалафаст. Самарская набережная должна стать единой пешеходной зоной. По задумке проектировщиков, пятая очередь от улицы Вилоновская до бассейна ЦСКА соединиться с другими участками и также превратиться в благоустроенную зону отдыха. Для этого предлагают два варианта. Первый предполагает укрепление береговой линии и расширение территории набережной. Такой вариант предусматривает строительство шпунтовой стенки и увеличение территории набережной за счет создания искусственного земельного участка на водном объекте. Концепция предполагает максимальное сохранение существующей хозяйственной деятельности, которая ведется на этом участке. Правда, в случае реализации именно этого варианта потребуется переоформление ряда земельных участков. Второй вариант – благоустроить территорию, соединив ее с другими очередями пешеходными дорожками, не выходя за береговую линию и максимально сохранив существующую инфраструктуру. Очень важно оставить ту инфраструктуру, которая там сегодня есть, ее не сломать. Это единственная переправа, которая сегодня связывает левое и правое бережье. Большинство участников градостроительного совета высказались за реализацию второго варианта благоустройства набережной. Теперь предстоит решить вопрос с финансированием проекта. По мнению главы города, проект строительства новой очереди набережной может претендовать на финансирование с федерального бюджета, в том числе в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Я предполагаю, что строительство тех очередей набережной, которые построили наши предшественники, особенно четвертая очередь набережной, она создавалась в условиях, когда был жесточайший дефицит денег. Тем не менее, руководство области, руководство города шло на эти расходы, федерация шла на эти расходы, потому что это дело все во имя будущего. Я думаю, что если будет политическая воля, желание, наше общая с вами и хорошо разработанный проект, такие ресурсы будут привлечены. Теперь проектом более детально будет заниматься специальная рабочая группа. Концепцию строительства пятой очереди набережной планируется разработать до конца года. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов, События. Ремонт большими картами на карте города. Самарский проспект Металлургов ремонтирует по федеральной программе безопасные и качественные дороги. Работы начались в середине августа. Работают подрядчики ночью, чтобы не создавать помех движению. На дорогу под светом звезд вышел Андрей Горгуленко. Первые осенние ночи оправдывают свое название. Каждая следующая все прохладнее. Но есть в Самаре улицы, где по-прежнему жарко. Там, где ремонтируют дороги. Теплом делится асфальтобетонная смесь, чья температура 150 градусов по Цельсию. Проспект Металлургов ремонтируют картами по федеральной программе безопасные и качественные дороги. Прежде чем укладывать горячую смесь, улицу выравнивают, срезая старый верхний слой дороги. Очищают ее от мусора, камней и пыли. Только потом асфальтоплача, как отки, выезжают на свое рабочее место. За ночь дорожники укладывают 800 тонн асфальта. Этого хватает, чтобы покрыть площадь в 5000 квадратных метров. Как мы знаем, проспект Металлургов был не в очень хорошем состоянии. Поэтому было принято решение провести ремонт картами свыше 100 погонных метров. Был снят верхний слой асфальта, это 4 сантиметра. И сейчас кладется слой асфальта бетона, B1, толщиной 5 сантиметров. Новым асфальтом покроется участок между улицами Алматинская и Каховская. Общая площадь 31 тысяча квадратных метров. Дорожники также отремонтируют люки, колодцы и ливневки. Работы на всех этапах контролируются специалистами МБУ «Дорожное хозяйство». На данном этапе работы нас контролирует департамент благоустройства города Самары. Осуществляет контроль температуры, смеси, визуально контролирует смесь. Ну и в целом нас. На участке работают 30 дорожников и 20 единиц спецтехники. Ремонт картами на проспекте Металлургов обещают завершить к концу сентября. Гарантийный срок службы нового асфальта – 2 года. Всего в этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Самаре отремонтируют свыше 40 улиц, а в следующем еще около 20. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. И ворота города преображаются. В Самаре обновляют стелы на всех въездах. Сейчас большинство старых надписей демонтировано. Наша съемочная группа увидела, как идут работы по установке новой стелы на Южном шоссе. Благоустраивать разделительную полосу на Южном шоссе начали в прошлом году. Заброшенную территорию привели в порядок. Высадили почти тысячу деревьев и более 8 тысяч кустарников. Был поменен полностью грунт. Высажена газон, трава газонная посажена. То есть данная территория привела новый привлекательный вид. В этом году на этой территории появились четыре топиарные скульптуры на футбольную тематику, которые установили сотрудники МП «Спецремстройзеленхоз». По заказу Самарводоканала заканчивается монтаж букв названия города. Надпись «Самара» на Южном шоссе водители будут замечать издалека. На больших буквах установят почти 70 фонарей и три мощных прожектора. Кроме подсветки, стелы украсят цветами. Дизайнеры выбрали для этого ампельную петунию красного оттенка. Захотелось придать строгим буквам какое-то такое мягкое и живое звучание. Поэтому они должны разрастаться и стекать таким каскадом по всем буквам. По поручению главы города Олега Фурсова обновлению въездных групп уделяется особое внимание. По заказу Департамента городского хозяйства и экологии обновляют и четыре стелы на въездах в Самару. К ремонту приступили в начале сентября. Будут поменены сами буквы на тайки же, но из долговечного композитного материала. Будут приведены в порядок постаменты бетонные. Они также у нас облицовываются композитным материалом. Завершить ремонт стел планируют до конца ноября. Лариса Шлафас, Дмитрий Мишканцов, События. Старинная резьба – уникальный стиль. К ремонту памятников деревянного зодчества привлекают меценатов. В Самарском районе за счет предпринимателей уже отремонтировали фасады 13 домов. За преображением исторических зданий наблюдала Алина Чемерес. Словно сказочные теремки с причудливой резьбой, сегодня выглядят дома в Самарском районе города. Избы с народным колоритом красуются на улицах Фрунзе Алексея Толстого. Вернуть им исторический облик помогли меценаты. Всего за счет предпринимателей в районе уже отремонтированы фасады 13 домов. Еще пять сейчас в работе. Это не такие уж большие деньги, если каждый предприниматель нашего города хотя бы чуточку вложит в свой же город. Наверное, я думаю, что город будет гораздо лучше выглядеть. Ну, с другой стороны, я так думаю, кто же кроме нас. Всего в Самарском районе свыше 200 старинных домов. Возраст некоторых из них полтора века. И больше половины требует обновления. В первую очередь важно восстановить внешний облик тех зданий, что находятся на гостевых маршрутах. Чтобы во время чемпионата мира по футболу жители и гости города смогли любоваться диковинным историческим наследием Самары Купеческой. Мастера по резьбе, они вырезали вот такие символы, которые мы сегодня видим, которые сохранились на многих домах. И я думаю, что это очень интересно будет не только жителям нашей Самары увидеть восстановленные вот эти вот элементы, приведенные в надлежащее состояние, но и гостям, которые посетят наш город в 2018 году. Деревянное зодчество, визитная карточка Самары и его городские власти намерены сохранить. Обращаться к меценатам будут и далее. Социально ответственный бизнес призывают помочь. Предпринимателям предлагают выбрать любой из старинных домов в один-два этажа и привести в порядок его внешний вид. Каким будет цвет, фасады решат вместе с районом-архитектором. В порывах щедрости бизнесменов не ограничивают. Потратить на обновление исторических памятников можно сколько душе угодно. Алина Чемерис, Василий Калдашов, События. А по программе капитального ремонта в этом году в Самарском регионе отремонтируют около тысячи домов. В большинстве зданий работы уже завершены. В Самаре строители применяют новую технологию – навесной вентилируемый фасад. Лариса Шилофаст расскажет, в чем преимущество нововведения. Дом 371 на Новосадовой приобретает новое лицо. Фасад здесь ремонтируют по новой технологии. Сначала рабочие монтируют подвесную металлическую систему. Затем на нее устанавливают плиты из керамогранита. Основное отличие такого фасада – воздушные прослойки. С одной стороны, она позволяет защитить здание от прямого воздействия атмосферных осадков и сезонных перепадов температуры. С другой – не пропускает влагу в стены, что увеличивает срок службы здания. Кроме того, стальной фасад более пожароустойчив. Здесь заложена металлическая система. Как показали данные, металл, температура плавления – 1800 градусов, температура пожара – 900 градусов максимальная. То есть здесь произойдет незначительная деформация, больше ничего. Жители очень все довольны и рады. Сначала так настороженно относились, а потом поняли, что это для их блага, для этого дела, для их удобства. Все довольны остались. Технология вентилируемого фасада хорошо зарекомендовала себя в Казани и Москве. Срок службы таких фасадов – 50 лет. Кроме того, в случае, если новое покрытие испортит вандалы, плиты можно оперативно заменить. Это, будем говорить, экспериментальные дома. Посмотрим, почему, если этот процесс пройдет, и действительно вот эти технологии покажут себя положительно, я думаю, мы будем активно внедрять их. По новой технологии до конца года в Самаре отремонтируют 8 домов. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События. Стартовала продажа билетов на игры Чемпионата мира по футболу 2018 в России. Официальный сайт FIFA сообщает, что первый период продаж продлится до 12 октября 2017. В это время любители футбола смогут подать заявки на приобретение билетов. Затем с 16 по 28 ноября билеты будут продаваться в порядке живой очереди. После официальной жеребьевки Чемпионата мира, которая состоится 1 декабря, будет открыт второй этап продаж. Еще одна возможность приобрести билеты на матчи появится у болельщиков в так называемый последний момент. Этот этап начнется 18 апреля и завершится 15 июля 2018 года. Стадион Самара-Арена станет главным центром притяжения самарцев не только во время Чемпионата мира по футболу, но и в будущем. Наследие Мундиаля губернатор Николай Меркушкин обсудил с помощником президента России Игорем Левитином. Он прибыл в 63 регион с рабочим визитом, посетил стадион, на котором монтируют кровлю и ведется внутренняя и внешняя отделка помещений. Особое внимание Левитин посоветовал обратить на территорию вокруг арены. По плану здесь построят Ледовый дворец спорта, Велотрек и другие объекты, которые успешно должны использоваться и после Чемпионата. Сам стадион получил положительную оценку помощника президента. Этот стадион имеет свою особенность, в отличие от других стадионов, и поэтому нам было важно, чтобы он вписался в те временные рамки, которые были. Сегодня мы можем сказать, что здесь уже нет риска, что он не будет веден в свое время. Работы сегодня, если говорить, они активно ведутся. На самом деле каких-то особых рисков нет. И сегодня я доложил еще раз Игорь Генчев, генеральный подрядчик, что до конца октября все основные строительные работы будут завершены. На встрече обсудили и транспортную доступность стадиона. Губернатор заверил, гости Чемпионата не будут испытывать трудностей. Уже завершается строительство двух четырехполосных дорог – Дальняя и Арены-2018. Все ремонтные работы на самарских дорогах завершатся через две, максимум три недели. Самый профессиональный контроль. Стройплощадку стадиона Самара-Арена посетили ветераны-строители. Для них провели экскурсию, рассказали о технологиях работы, а также выслушали пожелания опытных строителей. Андрей Горгуленко услышал впечатления ветеранов отрасли. Такого размаха в наше время не было. В один голос восхищаются ветераны-строители. Однако масштабностью не отличь глаз профессионалов. На экскурсии по стройплощадке Самара-Арены творцы с многолетним стажем отмечают для себя детали работы. Только, признаются, советы давать не вправе. Сейчас технологии работы ушли далеко вперед. Есть только пожелания. Советы, я думаю, давать здесь. Мы уже профессионалы того времени. Сегодня новые технологии, новые материалы, новые идеи, новые люди с различной, более мощной культурой строительства, мышления в этой отрасли. Поэтому только пожелания. Мы восхищены, конечно, таким объемом. И, честно, зависть берет, что уже возраст большой. И такая стройка, и я не участвую в этом деле. Ветеранов-строители пригласили на стадион именно сейчас, пока стройка продолжается, чтобы они своим опытным взглядом посмотрели и оценили ход работ. Их мнения и пожелания будут учитываться. Это очень для нас важно, очень значимо. И тот опыт, которым делятся уважаемые ветераны, и на их мнение мы полагаемся, и, безусловно, будем полагаться и в последующем. А завершилась встреча уже в Министерстве строительства. В дружеской обстановке ветераны поделились своими наблюдениями о строительстве нового стадиона, который скоро примет чемпионат мира по футболу. Андрей Горгуленко, Артем Сулайманов. События. Кавалеристы на лошадях в центре современной Самары. Годовщину с огня открытия отметил музей 5-го Александрийского гусарского полка. Старинная военная форма, холодное оружие и оригинальные фотографии. Уникальные экспонаты по крупицам собирали по всему миру. Как связаны Александрийцы с Самарой, расскажет Алина Чемерес. Полк жив, пока есть знамя. Именно с передачи штандарта, выполненного точь-в-точь как оригинальный, и начинается празднование годовщины музея Александрийских гусар. В лучших военных традициях под звуки оркестра. 5-й Александрийский гусарский полк появился в России в конце 18-го столетия. В начале 20-го квартировал в Самаре. Отсюда кавалеристы и ушли на Первую мировую войну, а потом и в эмиграцию. А их наследие теперь с трудом собирают по всему свету создатели музея. Ритчеш, жетон, который был сделан на столетии полка 1775-1875 года. Уникальных экспонатов здесь немало. Оригинальные погоны, оружие, военная форма, подлинные документы и фотографии. В день полкового праздника для всех желающих проводят экскурсию. Гусар в натуральную величину. Именно так и выглядел рядовой Александрийского полка. Кавалеристов отличал цвет формы, за это их и прозвали черными гусарами. Головной убор украшен султаном, доломан, как вене в моде, надет на одно плечо, наперевес оружие, а в этих сумках гусары перевозили документы. Своё другое прозвище «бессмертные» гусары получили во время войны с Наполеоном, когда после боя, облепленных грязью бойцов, командир спутал с прусскими гусарами смерти. Их обмундирование вскоре и стало образцом для формы александрийцев. На полковом празднике и потомке славных кавалеристов офицер-подводник Сергей Батюшков, внучатый племянник Константина Батюшкова, на торжество специально прибыл из Москвы. Говорит, только благодаря создателям Самарского музея узнал о подвиге своего героического предка. Он отбил артиллерию полка, не дал её захватить. Артиллерия, как мы понимаем с вами, это немало, это важно. Защитил их, отбил и они смогли отойти. Наседала большая воинская часть немцев, силы были неравны. Именно в этом полку служило огромнейшее количество, прежде всего, знаменитых людей. И второй момент, то, что практически все офицеры служили родными братьями. Это касается и Батюшковых, и Карымзина, и ХДБД, и Рава, и куча-куча фамилий. Сквозь призму истории одного полка создатели музея планируют знакомить жителей с событиями Первой мировой войны в целом. К сожалению, Великая война, та, которая была Первая мировая война, она немножко с нашей памяти стёрта. Гораздо меньше знаков её, гораздо меньше людей мы помним, героев её войны. Так вот, таким образом мы пробуждаем интерес. Люди, увидев Александрийского гусара, им станет интересно, что же такое было. Мы открываем это для наших граждан, в первую очередь для молодёжи. Нам нельзя терять поколение, оно должно быть воспитано на славных традициях наших предков, которые защищали нашу Родину. Музей не единственный способ сохранить в Самаре память об александрийцах. К следующему полковому празднику в городе планируется установить мемориал, посвященный гусарам. Деньги на него уже собрали, силами меценатов и жителей. Появится он рядом с Домом офицеров. Прообразом александрийца, ведущего за собой коня, станет Константин Батюшков. Алина Чемер, Дмитрий Мешканцов, События. С танцем по жизни самарец успешно прошёл кастинг в популярное шоу на федеральном канале. Этого отбора в Самаре ждали 4 года. На конкурс съехались участники из соседних регионов и даже других стран. И вот в сентябре жители увидели героев. Николай Анохин – самый обычный парень, студент, а в свободное от учебы время работает в трамвайном депо. Но танцы – его главная страсть. С участником шоу встретилась Олеся Корецкая. Делу время, танцам всю жизнь. Каждый день к 5 утра Николай Анохин идёт на работу в ТТУ. Убирается на территории и в ангаре, чтобы вокруг трамваев было чисто. Потом спешит в университет путей сообщения. Изучает мехатронику и робототехнику. В остальное время танцует, занимается в студии. Признаётся, рамки танцевальной теории для него слишком узкие. Он любит импровизировать и добавляет своё в каждый стиль. Любая особенность тела должна быть изюминкой, уверен Николай. Единственный плюс, который у меня есть, и который многие люди заметили, у меня очень сильно пройдёт в пене, когда я делаю мостик. Там, правда, 90 градусов и меньше. Мне даст самому страсть иногда смотреть на эти фотографии, если я себя увижу. После выхода программы «Танцы» Николай Анохин стали узнавать на улицах. Писали слова поддержки в социальных сетях, что очень приятно и придаёт уверенности, признаётся он. Когда танцевал перед судьями, волновался, но думал только о зрителях. Следил за тем, когда раздаются аплодисменты. Я анализировал, видимо, свой танец во время выступления. То в этом моменте мне похлопают, в этом я знаю, что это круто, а в этом, ну, так себе. Но, как ни странно, когда я посмотрел видео, да, что-то выглядело плохо, а что-то мне очень нравилось. После такого успеха Николай намерен двигаться дальше к своей мечте. После окончания основной учёбы собирается получить специальное образование и стать хореографом, танцевать самому и учить этому других. Олеся Корецкая, Константин Головин. События. Это были самые запоминающиеся события уходящей недели. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих планшетов и смартфонов на базе Android и iOS. Прекрасных вам выходных и только хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин